Строительство объектов альтернативной энергии – новое направление для региона. Два проекта по использованию возобновляемых источников энергии вошли в региональную карту индустриализации и реализованы в этом году. Один из них – строительство солнечной электростанции мощностью 30 МВт в Жарминском районе стоимостью 17,5 млрд тенге. Партнеры проекта – ТО «Жангиз Солар» и испанская компания «Арысол». На участке в 66 гектаров установлены солнечные панели. Станция будет вырабатывать примерно 45 млн кВт-час в год. Этого хватит, чтобы обеспечить солнечной электроэнергии весь Жарминский район и охватить еще часть соседнего Аягосского района. В современном мире человеку требуется все больше и больше энергии. И в последние десятилетия специалисты все чаще обращаются к потенциалу малых рек. Проекты малых газ экономически привлекательны, их сооружения не требуют огромных капиталовложений. Современные технологии строительства практически не нарушают естественную среду. И что немаловажно, малый газ – это и есть альтернативный источник энергии. Строительство малой гидроэлектростанции на реке Тургусун мощностью 29,4 мегаватта – проект для Восточного Казахстана знаковый. Успешный запуск объекта может дать зеленый свет и другим газ. Только в Тургусунском каскаде их планируется три. Еще столько же можно поставить на реке Бухтарма. И сейчас гидростроительство, развернувшееся в лесу в 30 километрах от города Алтай, вышло на финишную прямую. Место для строительства газ было выбрано не случайно. Река Тургусун многоводная, средний многолетний расход воды – порядка 45 кубометров в секунду. Проект задуман созданием водохранилища объемом 6,3 миллиона кубических метров. Чтобы иметь возможность аккумулировать запас воды для работы в зимний период. Те изыскания, которые предварительно проводились для строительства именно подобного гидросооружения, они подтвердили, что именно экономическая целесообразность строительства именно гидроэлектростанции на реке Тургусун, она обоснована. Во-вторых, все мы знаем, что гидроэнергетика, именно выработкой электроэнергии путем использования гидроэлектростанции, она имеет наименьшую себестоимость на сегодняшний день. А то, что касается экономической целесообразности, мы знаем, что район Алтай – это на сегодняшний день крупный промышленный центр, есть определенные предприятия, которые на сегодняшний день стабильно развиваются. Это прежде всего горнометаллургический комплекс ТО «Касынк». У республики ежегодное энергопотребление, оно растет примерно в районе 7%, то есть необходимое. И, соответственно, чтобы покрыть именно недостающие те объемы, именно район Алтай, с учетом тех изысканий, которые были проведены, было принято решение о строительстве именно гидроэлектростанции на реке Тургусун. Процесс преобразования живой энергии воды в электроэнергию – это высший пилотаж строительства, ведь гидротехническое отличается от гражданского и промышленного строительства. Все от бетона до металлических конструкций должны иметь более прочные характеристики качества. На ГЭС прочность превыше всего, и Тургусунская станция уже прошла проверку 50-градусными морозами. Мы их проверяли в лаборатории до того еще, как приступили к строительству в двух лабораториях, независимых в Павлодаре и Усть-Каменогорске. И там было определено, что по прочности, по морозоустойчивости они как раз подходят для нас. Для гражданского строительства, например, морозоустойчивость абсолютно не требуется, а нам нужно от 200 до 300 циклов выдержать. То есть, когда бетон напитывается водой, зимой замерзает, оттаивает, и вот таких 300 циклов должен выдержать. А водонепроницаемость, естественно, обеспечивается добавлением в состав бетона соответствующих ингредиентов, которые там позволяют выдерживать напор и до 30, и до 600 метров. Нам достаточно 30 метров, поэтому у нас водонепроницаемость в пределах 6-8 градиент напора. Минус 50 выдержит? Выдержит. Мы уже в период строительства с этим сталкивались. У нас было 51 и 52 минус. Вот мы как раз и в то время вели бетонные работы, правда, еще только на начальном этапе. Но потом мы очень хорошо в лаборатории проверили наши кубики, которые в процессе забиваются в лабораторных условиях. Мы их выдержали и в природных условиях, то есть на улице в этих морозах, раздавили прочность нормальная, все параметры сохранились. Выдержит, конечно. Сегодня Тургуссунская ГЭС прошла проверку и большой водой. За два года строительства уровень воды в реке несколько раз поднимался до 6 метров. Были причины природного характера. В прошлом году весенний паводок длился три месяца. Судя по архивным данным, произошло это впервые за последние 56 лет. И станция все выдержала. Само тело плотины способно выдержать мощный гидроудар. После ввода в эксплуатацию Тургуссунская ГЭС будет работать в единой энергосистеме Казахстана. И ноу-хау станции – это работа на удалении. То есть в перспективе она будет работать на дистанционном управлении. Мы можем ходить с планшетом, например, наш специалист, или там даже с телефоном айфон и управлять этой ГЭС. Но это в будущем, в перспективе ближайшие 3-4 года. Пока, конечно, в штат 11 человек будут непосредственно здесь находиться, контролировать, работать. Потому что это, кстати, будет первая такая ГЭС, где можно на удалении заниматься эксплуатацией ГЭС. Потенциал многочисленных рек в Восточном Казахстане дает возможность и дальше развивать малую гидроэнергетику. В высокогорных условиях это оптимальный источник электричества. Интерес к проектам малой гидроэнергетики есть как со стороны зарубежных, так и отечественных инвесторов. После запуска Тургусунской ГЭС-1 начнется строительство Тургусунской ГЭС-2. Реализация проектов малой гидроэнергетики позволит перекрыть объемы электроэнергии, приобретаемые извне. При этом будет устранена одна из дорогостоящих составляющих тарифа для потребителей – транспортировка. В настоящее время уже проработал вопрос строительства гидроэлектростанции ниже по течению. Это будет Тургусун-2. Конечно, технико-экономические показатели, которые изначально заложены при проектировании, нам позволяет уже смело говорить, что и генерируемая мощность второй очереди, именно Тургусун-2, и стоимость самого проекта, они будут значительно выше. Я хочу привести к примеру, что на сегодняшний день, конечно, незаменно, это строительство знаковое для района Алтай, поскольку только на этапе строительства в сегодняшний день задействовано 350 человек. На этапе эксплуатации понятно, что на сегодняшний день там устанавливается высокотехнологичное оборудование последнего поколения. Среднее количество работающих будет в районе 15-20 человек. Соответственно, строительство второй очереди позволит также обеспечить временную занятость населения, поскольку проект рассчитан, как и здесь, примерно на два года. То есть мы планируем, что именно тот, во-первых, прирост инвестиций, темп просто инвестиций для района Алтай, он сохранится на прежнем уровне, сохранится занятость населения, соответственно, как бы позволит сохранить те темпы социально-экономического развития района, которые на сегодняшний день имеет район Алтай. Малая гидроэнергетика позволит создать региональные генерирующие мощности для производства дешевой электроэнергии. Одновременно улучшится надежность и экономичность электроснабжения, значительно снизятся вредные выбросы в атмосферу. Ведь основным достоинством малых гидроэлектростанций является полная безопасность с экологической точки зрения. Свойства воды, как химические, так и физические, при строительстве и эксплуатации этих объектов не изменяются. Вырабатываемая электроэнергия соответствует общепринятым стандартам как по напряжению, так и по частоте. Автономию такой станции тоже можно считать большим плюсом. И важно, что у малых ГЭС рабочий ресурс составляет 50 и более лет.